Привет, друзья! С вами компания ProJapan, я Илья Сплин. Это традиционные пятничные мото-новости, в которых я рассказываю, что интересного произошло в мире мотоциклов за последнюю неделю. В прошлом выпуске я пытался сделать новую локацию, она вам понравилась меньше, поэтому все вернулось на круги своя. И куртка, и локация. Перед тем, как перейти к новостям, я напомню, что мы занимаемся привозом мотоциклов из Японии, а теперь еще и из США, поэтому если вы хотите сменить свой мотоцикл и привезти его из Японии или США, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. Поехали к нашим новостям. И первая новость на сегодня у нас от компании КТМ. Были сделаны шпионские снимки, подтверждающие, что слухи о скором дебюте КТМ 1290 SuperDuke RR, это не слухи, а в целом реальность. Давайте внимательно посмотрим на эти снимки. Во-первых, судя по ним, акцент модели сделан на снижение веса. По ходящим слухам, а на самом деле у Райда Парта явно была как эта инсайдерская информация, из-за использования карбона, титана и магния мотоцикл скинет около 10 килограммов. Общий вес этого дюка составит примерно 180 килограмм. На фото видно, что нижняя часть подрамника сделана из карбона, еще сделаны из него же переднее крыло, ветровичок и воздуховоды, охлаждающие суппорты. Также там есть карбоновая защита цепи, причем на фотографиях ее не видно, но Райда Парт утверждает, что их источник сообщил им об этом. Заднего сиденья, кстати, на мотоцикле нету вообще. Еще видно, что мод оснащен титановым выпуском Акропович. Двигатель, предположительно, останется неизменным, максимум будет изменена прошивка. Зато известно, что будет сделано 500 экземпляров этой ограниченной версии, больше информации появится 30 марта. Самое интересное, что Райда Парт называет свой источник секретной белкой. Придем к следующей новости. Она у нас от компании Триумф. И Триумф представил ограниченную версию Power Cruiser Rocket 3 и версия называется Air Black и GT Triple Black. Их две. По одной на каждую из их моделей Рокета. Мотоцикл остается все тем же. Это почти 2,5 литра, рядная тройка и 165 лошадиных сил. Однако теперь это очень черный Рокет. В черном выполнен и мотор, и выпуск. Туда же добавлен ободок фары, рамка радиатора, все алюминиевые детали покрыты черной анодировкой, и ручки, и подножки, и вообще все, что там алюминиевого было. По сути, мотоцикл теперь полностью черный. Обе модели теперь оснащаются передним карбоновым крылом и торцевыми круглыми зеркалами. Air и GT выпущены в несколько разных раскрасках. GT в черно-градиентном виде, а Air в черном с глянцевыми акцентами. Будет выпущено только тысячу экземпляров каждого варианта. Цену в РФ я не знаю, но по идее, наверное, у наших дилеров можно такую лимитку заказать. Перейдем к следующей новости. Как вы знаете, не так давно дебютировал Triumph Trident 660. Я считаю его одним из очень перспективных мотоциклов, но у него есть некоторый минус для некоторых. Это то, что это прямо полноценный нейки, там абсолютно нету пластика, нету никакой ветрозащиты. Но есть компания Art & Works, которая расположена в Риме, и она представила два варианта обвеса на Trident. Они называются Neptune R и Neptune S, несколько отличающиеся друг от друга внешним видом. Обвес такой будет ставиться без сварки, резкий и какого-либо вмешательства в конструкцию. На мой взгляд, этот обвес классно гармонирует с общим внешним видом и вообще стилистикой Trident. И вот я посмотрел на рендеры, и мне прям сразу понравилось. Но, что интересно, компания еще не получила свой собственный Trident. По сути, поэтому это макеты, которые еще предсерийные. Компания обещает, что как только у них появится Trident, они быстро все доделают. Вообще, Art & Works – это проект Давида Коломби, который является дизайнером в Ферраре. Ну и в целом их компания уже выпускала обвесы для триумфов. Перейдем к следующей новости. Она для любителей внедорожной езды. Если вы занимаетесь мотокроссом, то знаете о важности верной настройки подвески. Неправильно настроенная подвеска может грозить вам минимум получения меньшего удовольствия от катания по бездорожью и максимум до травм, связанных с падением из-за неправильной настройки подвески. Классно, конечно, когда у тебя есть рядом подвесочный гуру, который может помочь тебе настроить мотоцикл под конкретную трассу, но не у всех он, к сожалению, есть. В Ирландии есть человек, которого зовут Джеймс Кёпке. Он занимается мотокроссом уже около 20 лет, с самого детства. И в 2016 году он пострадал в аварии, причиной которой он считает неверную настройки как раз подвески на кроссовом мотоцикле. Не так давно он основал стартап под названием Motoclic. Это система, которая ставится на мотоцикл, анализирует работу подвески в конкретный момент времени в конкретном месте трека. То есть он видит GPS-датчик, он понимает, где находится мотоцикл, ну и, соответственно, считывает показания подвески. Дальше она отправляет эти данные на телефон и дает подсказки по настройке подвески мотоцикла под конкретный трек. Джеймс, кстати, утверждает, что 90 процентов мотокроссменов не могут верно настроить подвеску самостоятельно. Вообще, на мой взгляд, идея классная. Я думаю, что сами мотопроизводители должны ставить такого рода приспособления и программы на свои мотоциклы, особенно на гоночные и те, которые предназначены для езды по бездорожью, потому что подвеску настроить можно везде, а вот как это уже хороший вопрос. Вернем к следующей новости, она у нас от компании Ducati. Как вы знаете, прошлый год для фанатов марки закончился разочарованием от потери птичьей клетки на монстрах и консоли на новой мультистраде V4. И вот теперь посмотрите на этот шпионский снимок. Он, казалось бы, самый обычный, ничем не примечательный черный мультистраде V4, но если к ней приглядеться, то есть два важных момента. Первый момент, у нее стоит консоль. И второй момент, у нее вместо 19-го колеса спереди стоит 17-е. Что это значит? Во-первых, возможно, ребята из компании Ducati смотрят наши мото-новости и слышали мое расстройство по поводу своей мультистрады и вот решили таким образом ее переделать. Вообще, если говорить серьезно, то это может означать то, что готовится более дорожная версия мультистрады, но когда она будет представлена, пока непонятно. 10 марта, это сегодня, когда я пишу этот ролик, происходит презентация скрэмблера, но я его не успел посмотреть, она будет только через пару часов, поэтому я в данный момент не знаю, расскажут ли на этой презентации что-то про консольную мультистраду. Новость в любом случае хорошая, ждем теперь шпионские снимки монстра с птичьей клеткой. Ну и последняя новость, состоящая из двух новостей на сегодня, это новость от компании Ingen и компании Yamaha. Они выпустили юбилейные версии своих моделей. У Yamaha юбилей это 20-летие модели T-Max. Первый T-Max, страшно подумать, был представлен аж 20 лет назад. Изменения по сравнению с обычным 560 T-Max, это некоторые детали пластика, переднее крылое теплозащиты выпуска сделано из карбона. Причем, что интересно, это не карбон обычного плетения, а карбон, там написано углеродное волокно, да, без какого-то определенного рисунка. Я отлично знаю, как делается карбоновое волокно и как его можно сделать без рисунка, я не очень представляю, но то, что я вижу на фотографиях, выглядит как такой цифровой камуфляж. Еще на этой модели будет иное сидение с подогревом, немножко обновлена приборка, а выпущено их будет 560 штук. Видимо, по кубатуре нового T-Max 560 кубов. А вот Индиан празднует свое 120-летие и отмечает его моделью Chieftain Elite, в которых будет выпущено всего лишь 120 экземпляров. Там стоит двигатель Сандер Строк на 1890 кубов. По сравнению с обычной версией он отличается затемненностью, то есть он не просто покрашен в черный, а сделан таким выранением, не знаю, посмотрите на фотографии, очень красиво смотрится. Также у него есть специальная двухцветная расцветка и вот такого размера текст из мелких изменений, что они там сделали. Ну, если вкратце пробежаться, то это расширенное стандартное оборудование типа диодного освещения, тонированного ветровика, там платформы стоит, аудиосистема на 400 ватт. Переделано куча мелочей по внешнему виду, но на самом деле с точки зрения механики это все тот же мотоцикл. Хотя на лимитированную версию сразу предлагается купить наборы Stage 1 или Stage 2, чтобы увеличить мощность двигателя. Вот и все новости на сегодняшний день. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!